Во всем мире существуют психические болезни, и каждая генерация людей имеет это биологически детерминированное зло. Но человечество каким-то образом пытается в 20-21 веке реабилитировать этих пациентов и помочь им приспособиться, несмотря на болезнь, к жизни. Для этого в цивилизованных странах существует альтернативное заведение. Мы, советские страны, вышли из Советского Союза с тяжелым наследством. Мы имеем очень примитивную систему больницы, интернат, ну и немножко еще амбулаторная система при больницах. На самом деле самое страшное условие всегда и сегодня в интернатах. Это места, где люди, не совершившие никаких преступлений, имеющие только особенности медицинские и социальные, они дезадаптированы в основном, их не хотят в обществе, семьи, как правило, либо умирают, либо отказываются от них. Если говорить прямо, это без вины виноватые у них пожизненное заключение. Сейчас, во время карантина, эти люди страдают больше, чем мы, психически здоровые, потому что они нуждаются в каком-то общении, им труднее понять и осознать то, что происходит вокруг. Здесь есть страшная особенность, состоящая в том, что если раньше психиатрические пациенты, которые находились в интернатах, в основном на пожизненном пребывании, сейчас не имеют возможности вообще выходить оттуда, им тяжелее, чем всем нам, а должно быть совсем иначе, должны быть какие-то общежития для них, которые есть везде в цивилизованных странах, дома на полпути, сестринские дома, разное название. Но самое главное, это тот способ, который на самом деле дешевле, чем содержание вот таких психиатрических больниц во всех странах, и он дает возможность все-таки носителю психической болезни как-то максимально оставаться в обществе. Все это отработано, цивилизованный мир все это знает. Я хочу жить цивилизованной в Украине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok